Ежегодно в 3 воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день более 42 миллионов человек ВИЧ-инфицированы, и каждый день число заболевших увеличивается на 15 тысяч. В Мурманской области ежегодно выявляется 300 новых случаев заражения ВИЧ, а само заболевание молодеет. Большинству ВИЧ-инфицированных от 30 до 49 лет. Каждый год в регионе более 20% населения проходит обследование на наличие в крови вируса иммунодефицита. И по статистике, одна треть больных – это социально адаптированные граждане, имеющие работу, семью, детей. Кроме того, специалисты отмечают, существует проблема выявления ВИЧ-инфицированных среди наркозависимых женщин легкого поведения гомосексуалистов. А в так называемой узкой группе МСМ – мужчина с мужчиной – наблюдается рост числа больных. Одна из главных целей профилактики и борьбы со СПИД – распространение информации о соблюдении элементарных правил предосторожности и пропаганде здорового образа жизни. Несмотря на то, что растет половой путь, у нас наркогенный путь. В некоторых городах, например, Североморск, он превалирует. То есть в целом по области половой путь инфицирования, а Североморский район, он идет наркогенный путь инфицирования. Взять маленький поселок Росляково, там 79% мужчин, 79% инфицировались через наркотики. То есть эта проблема, она остается важной.